Мы собираемся с друзьями, катаемся на арене, захватываем цветочки, турниры нам надоели, ты долго не будешь спать, надеяться на победу, ну что бы здесь... Привет бойцы мех-арены. Если ты впервые на канале, подпишись, поставь лайк, нажми на колокольчик. А мы идем дальше. Сегодня, как вы поняли, хочу сделать обзор снайперского оружия Гаусс Рифл-10. Давайте посмотрим его характеристики, и сделаем сравнение с другим снайперскими оружием Лангаром-10. Итак Гаусс-10. Я имею немного чертежей, и хочу малюха качнуть. Теперь я имею урон 8820 из обоймы, урон с выстрела, 882, он имеет также 10 зарядов, перезаряд 5 секунд, оптимальная дальность от 0 до 180 метров. Этот показатель мне нравится. Особенность Гаусса такая. Он имеет большой боезапас и высокую эффективность на большие дистанции, не теряя при этом мощности, что не скажешь о Лангармах. Теперь сравним Гаусс-10 на втором ранге прокачки, с Лангармом-10, также на втором ранге. Итак, урон с обоймы. 25855. Урон с выстрела. 5171. Имеет 5 зарядов, перезаряд 12 секунд, дальность 180 метров. Но оптимальная дальность стрельбы 75 метров, и чем дальше вы стреляете, от 0 до 75 метров, тем сильнее урон. Это особенность Лангов. Хотя они достанут и на 180 метров. Также для снайперского вооружения подойдет пилот-факел, и желательно чип на урон. Согласитесь, вид с Гаусс довольно брутальный, но, как вы видите, Гаусс раза в 3 слабее Лангарм-10. Почему разработчики сделали такое решение, я не знаю, но логичнее было, что по оружии 10 типа, было плюс-минус одинаковым по мощности. Пусть и со своими особенностями. Давайте теперь в игре посмотрим на его действия. Если ты новичок, то не советую на Пантере идти как танк со снайперками, так как у Пантеры слабая броня, и лучше отыгрывать в дистанции. Ты можешь также своим союзникам кидать щит-забор. Субтитры сделал DimaTorzok Если ты на Пантере, ты можешь прятаться от дживелин, притык, подойдя ко щиту, естественно, с противоположной стороны ракет. Здесь я нарушил свое правило. И посмотрите, как я поплотился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот еще пример, как уйти от дживелин, когда барьер в действии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ради объективности, хочу сказать, что Гаусс на втором ранге довольно слабое оружие, хотя им интересно играть. Лангарам в сравнение намного мощнее. Мне кажется, что Гаусс 10 необходимо добавить мощности раза в три, я бы не советовал их покупать, а лучше вложить ресурсы в что-то мощнее. Спасибо за внимание, оцени лайком, пишите свои комментарии. Мира вам и вашим семьям. Берегите себя.